здравствуйте друзья добрый вечер уж не знаю что вы тут увидите в темноте по ночному времени но и тоже ночное 8 часов вечера сейчас но камера наша sony fdr 3000 x 3000 работает сейчас на 4 кей таких полноценных 4000 посмотрим что из этого выйдет могу сказать что у нас 30 кадров в секунду и там есть некая стабилизация при этом вот но может быть ней не такая хорошая как при 1080 разрешения но какая то тоже есть другое дело что может быть вам в ночи это не так важно завтра утром я поеду на работу и сниму в дневном освещении мы пробуем эту значит камеру я я решил ее оставить пока есть правда некоторое соображение я хочу может быть ее заменить на следующую на другую версию получше она немножко подороже с рукояткой такой специальной и с экранчиком дело в том что я заметил что снимаю этой камерой когда люди рядом вот кроме автомобиля я не поскольку не вижу что там с этими людьми значит надо либо мне эту камеру оставить и не снимать людей либо иметь экранчик чтобы не получилось что я снимаю пол лица то есть это совсем но никуда не годится снимать пол лица поэтому я подумал что вот можно так теперь что завтра вторник и с утра в 11 часов утра по нашему времени это будет по москве 10 вечера начнется наш этот марафон по тестированию программного обеспечения на русском языке мы сделаем новую версию того что записывали 6 лет назад с ноября там по февраль может быть 2000 с ноября 2011 по февраль 2012 где то вот мы это делали 6 лет назад и это будет такой курс более полный ну и как бы и мы изменились и индустрия изменилась и рынок меняется общем надо было обновить я собрал группу в 500 человек она набралась буквально меньше чем за сутки тоже знаете я на канале вывесил объявление но тоже не все сразу смотрят в общем оказалось много народу за бортом у меня сейчас 300 с лишним человек там лист ожидания и я вот что подумал сегодня протестировал как это все работает вроде все работает мы сделаем такой технический сетап у нас будет но обычный вебинар как мы пишем вебинары это в хорошем разрешении это 1440 с моего экрана компьютерного там хороший экран в очень хорошем разрешении будет вебинар записан то есть будет видно мой экран и слышно мой голос параллельно с этим мы запишем с моего же компьютера единство что микрофон надо будет другой они не могут поделить эти микрофоны разные инструменты мы будем делать трансляцию на ютубе но еще раз было принято решение не перегружать нашего зрителя на этом канале поэтому мы с одной стороны просто подвесим этот вебинар когда он будет готов вот а с другой стороны мы прямую трансляцию сделаем на наш дополнительный канал который называется портнов блог одним словом youtube.com слэш портнов блог и вы туда попадете и если вы хотите смотреть в прямом так сказать эфире вы увидите ровным счетом то же самое один в один мы сегодня протестировали в том же разрешении вы увидите абсолютно то же самое и услышите ровным счетом то же самое одновременно с этим мы будем писать на две камеры во всяком случае первый урок мы будем писать на две видеокамеры одна у меня есть такая серьезная дорогая камера с хорошей оптикой там и так далее а другая но мы будем писать там 1080 а другая камера вот так которые сейчас что меня снимает эта камера будет снимать вот так же как сейчас 4 4к и это мы ее уже поставили на 4к поэтому я вот так для вас тоже сейчас снимаю заодно и посмотреть вот в этом самом 4к она будет снимать мы можем потом монтировать потому что у меня есть соответственно слайды которые я в powerpoint делаю поэтому помимо созерцания светлого образа значит я смонтирую то что там можно смонтировать со слайдами которые я даю в классе таким образом я думаю будет такой более оживленный по зрительному ряду какой-то такой сюжет ну я не знаю я не знаю как вы может быть вы мне посоветуете давайте так вот те из вас особенно я обращаюсь к тем кто не безумно интересуется тестирование программного обеспечения потому что я для вас сейчас вот этот вопрос задаю чтобы понять как вам больше нравится значит первый урок мы повесим и второй наверное тоже первый урок он вообще не касается тестирования на жизни таких ну как бы что такое вступление второй урок он касается тестирования но только самых его таких базовых вещей и грубо говоря так то что я покажу на втором уроке это то за что платят там скажем 25-30 долларов в час и вы просто увидите насколько насколько вам это будет сподручно вот таким заниматься поэтому эти два урока я хотел вывесить на основном канале остальное пойдет на всякие другие чтобы вас не перегружать поэтому если уже она все равно висит на основном канале вы хотите видеть вебинар то есть то что показывает мой экран и дает вам мой голос или вы хотите видеть некий монтаж где вы видите с одной стороны и слайды которые я показываю с другой стороны эти слайды перемежаются или скажем так слайды накладываются на съемку в офисе может быть даже там с двух разных камер хотя они в разном разрешении но все равно смонтировать это можно то есть с понижением разрешения можно смонтировать я думаю что чисто зрительно это будет более таким интересным или скажем так менее монотонным поэтому я как бы опираюсь на на ваше мнение потому что мне на самом деле особо без разницы ну ну смотрите во всяком случае я думал о том как перевести в режим зрительский прямой в режим вебинара перевести всех кто хотел бы быть в режиме вебинара и вот через трансляцию в ютубе мы в общем то можем это сделать то есть мой софтвер который для прямых эфиров позволяет либо брать с камеры карте зрительный ряд видеоряд либо брать с монитора причем если с камеры он даже если пишет и идти то все равно качество там но не 1080 то есть так если он пишет даже 1080 я извиняюсь это все равно не 1080 это хуже качества а вот когда он берет с экрана и я сегодня с экрана посмотрел что получается это хорошие такие два кей вот то есть это гораздо лучше чем просто там 1080 ну не знаю еще у нас будет как я сказал две камеры одна может быть даже сделает 4 кей если она хорошо сделает мы возьмем с нее ну и в общем вот вот нечто я еще не знаю как выйдет этот продукт который значит получится с видеокамер но мы на пробу на пробу возьмем две потому что нам интересно в принципе это мне не двигаюсь никуда у меня там ничего не скачет поэтому когда человек сидит в офисе и разговаривает я думаю что ну может я кручу головой там посматриваю туда и сюда но во всяком случае это не такое какое-то стремительное движение чтобы там 60 кадров в секунду надо было обязательно сделать вы увидите каждую морщинку друзья на моем исхудавшим лице вот но она еще стянется вы не боитесь она еще стянется я просто теряю вес быстрее чем кожа успевает но она стягивается я могу сказать что процентов 90 того что у меня там из-под нее ушло она стянулась туда вот так что я внимательно за этим смотрю так пишет мне тоже интересно насколько эластична кожи там 61 почти 62 года очень даже неплохо все ладно такое такая вот значит новость и в первом самом сюжете я покажу который будет завтра я покажу те ресурсы на которых будут все ссылки на все последующие видео и так далее то есть как бы первый сюжет даст полную информацию о том где там все остальное как это будет происходить если вы захотите попозже подключиться все будет и конечно мы записываем это все потому что и вообще начали это все не потому что хотелось 500 человек там обучить что само по себе очень здорово и я не не хочу так сказать никакого дискаунта к этому давать это все очень здорово но все таки основная цель была записать записать и дать возможность тем кто потом будет захочет посмотреть посмотреть вот за эти шесть лет то что я тогда записал тоже имеете ввиду что она лежит на нескольких каналов то есть оно есть на канале голос с силиконовой долины оно есть на канале называется sqa вебинар то есть такое без без пробела sqa вебинар и есть она в нескольких форматах то есть есть видео как снятая камерой есть вебинар записанный вебинаром и таким образом каждый каждый урок он существует ну грубо говоря так чтобы посмотреть этот урок вы можете посмотреть его в разных видах да в разных видах съемки так еще и не на одном канале поэтому вот это видео которое у меня вот я по нему смотрю на канале висит то что снималась камерой кстати оно это не был вебинар это камерой снимал и это видео у нас имеет свыше трехсот тысяч просмотров но если мы объединим это с другими как бы способе посмотреть этот же самый урок я там там будет хорошо за полмиллиона вот соответственно и второй урок и третий там и четвертый всего было десять уроков там миллионы просмотров то есть счет идет на миллион совокупно поэтому я хочу чтобы с этим было не хуже слава богу у нас с того времени сколько сколько прошло шесть лет и в общем веселуха вы не знаете я на самом деле так это взбодрился на этой почве у меня строение бы его я сегодня сидел полдня слайды делал потому что я написал себе другой план но я не не хочу повторять то что было когда-то я так с одной стороны буду опираться в новом курсе на те вещи которые раньше были то есть я буду говорить посмотрите вот это посмотрите вот то если она уже есть я не хочу его повторять а зато я пойду как бы расширять материал кроме того мы будем каждые три-четыре урока на и делать вопросы к курсу вопросы к курсу и вопросы эти будут идти на ютубе преимущественно под видео которые мы даем скажем первый урок я запишу повешу на нашем канале да и вы можете писать туда вопросы значит если это вопросы будут прямо относиться к курсу к работе к рынку значит я буду делать раз там ну в полторы недели в две недели я буду делать ответы на вопросы отдельный сюжет и это новый такой элемент мы мы раньше этого не делали я я пытался отвечать на вопросы по ходу самого вебинара и собственно я и сейчас это делаю у меня слава богу там человек 170 180 сейчас в группе который идет собирается вот так но но дело в том что все таки когда у тебя 500 человек да плюс еще в ютубе трансляции невозможно реально отследить и ответить поэтому я буду вопросы отдельно собирать и отдельно на них отвечать может быть даже в прямой трансляции во всем случае записывать ответы будут прямой трансляции не знаю если там еще какие-то вопросы будут подходить в каком-то формате мы это сделаем а могу просто так сидеть вот и в камеру смотреть и рассказывать но во всяком случае вот я полон планов энтузиазма вы не видите мое счастливое лицо но слышите возбужденный голос не в том смысле а в хорошем смысле возбужденный голос поэтому друзья до завтра завтра мы рванем а сейчас у нас видите дождик шел целый день и светлана пойдем погуляем а я даже не знаю если жена скажет пойдем значит пойдем и мы с вами на этом прощаемся а